Сдвиговый регистр. Одна из наиболее часто применяемых конструкций в проектах на PLIS. В комментариях под прошлым видео вы проявили интерес к практическому воплощению сущностей различных ресурсов, имеющихся внутри PLIS. Сегодня мы уделим внимание тому, как можно и нужно писать VHD и VRL-код для сдвиговых регистров, но при этом, чтобы синтезатор понял, что мы хотим реализовать сдвиговый регистр из нескольких триггеров или же задействовать для его реализации специальные ресурсы, такие как SRL-регистры. Мы разберем случаи, в которых надо и не надо использовать аппаратные сдвиговые регистры. Разберем тонкие моменты их имплементации. Мы затронем пересечение тактовых доменов и увидим, что в некоторых случаях правильно описанный сдвиговый регистр может дать причиной некорректного поведения схемы. Приветствую вас на канале fpjacystems.ru, меня зовут Михаил, и мы начинаем. Перед тем, как перейти к написанию кода, мы очень кратко разберем, что же такое сдвиговый регистр, как и где он применяется. Мы разберем сдвиговый регистр применительника PGA, поскольку в Википедии различных обучающих видео по дискретной электронике и схемотехнике вы сможете увидеть несколько схем построения, но сущность сдвиговых регистров от этого не меняется. Итак, сдвиговый регистр представляет собой последовательно включенные триггеры, причем выход одного триггера подключен к входу другого триггера. Как следует из названия, сдвиговый регистр что-то сдвигает, а именно входящие данные. На каждом такте, поданный на вход сдвиговый регистр данные, сдвигается вправо или влево, в зависимости от того, что вам требуется. Сдвиговый регистр могут иметь не только один вход, но и работать с векторами или шиной. В таком случае количество цепочек триггеров просто многократно дублируется, а общее количество таких цепочек равно разрядности сдвигаемых данных. Сдвиговый регистр могут иметь различный функционал, в зависимости от решаемой вами задачи. Они могут иметь управляющие сигналы, такие как сброс и сигнал разрешения тактовой частоты Clock Enable, иметь вход загрузки данных для сдвига, то есть выступать в качестве сериалайзера, иметь разрешающий сигнал параллельно выгрузки данных, то есть выступать в качестве десериалайзера, иметь отводы от некоторых триггеров, таким образом строится генератор псевдослучайных последовательностей, иметь отводы и управляющий мультиплексор для создания динамической линии задержки. Выход с сдвигового регистра может быть соединен с входом с сдвигового регистра, таким образом можно циклически прокручивать заранее записанные данные по кругу. Кстати, такой прием мы использовали на одном из наших стримов по реализации интерфейса SPI на PLEASE для работы с ОЦП. Ссылка на этот стрим будет в описании или в всплывающей подсказке. Несколько слов о применении сдвиговых регистров. Наиболее часто их применяют. Для задержки сигналов на определенное количество тактов, причем величина задержки может быть фиксированной, так и переменной величиной. Для построения генераторов псевдослучайных последовательностей. Для реализации сериалайзеров и десериалайзеров. Для проигрывания зацикленных данных. Для реализации регистра барабанового типа, баралшифтов, применяемого, например, для сложения и вычитания чисел с плавающей точкой, где он производит нормализацию мантис. Для реализации счетчиков и т.д. Вот небольшое количество применений сдвиговых регистров. Если вы уверены, что список применений можно дополнить, то обязательно пишите об этом в комментариях, указав область применения. Перед тем, как мы начнем, сделаю небольшое отступление. Надо помнить, что не все PLEASE имеют сдвиговый регистр как аппаратно специально выделенный ресурс. Чтобы понять, есть ли он ваш PLEASE или нет, нужно обратиться к документации на выбранную микросхему и посмотреть наличие SRL или Shift Register примитива в вашей архитектуре. В наших примерах мы будем использовать микросхемы 7-й серии для Zilinx и Cyclone 5 для Intel Altair. Перейдем к практике. Описать сдвиговый регистр на AVHDL и VARELOG достаточно просто. В случае непараметризированного варианта, код для сдвигового регистра, реализующего линию задержки на 5 тактов, будет выглядеть следующим образом. Для AVHDL и для VARELOG. Разумеется, стиль описания может быть и другим. Например, мы можем записать это вот так, используя более простую конструкцию для AVHDL и для VARELOG. Или вот так, используя цикл for на языке AVHDL и VARELOG. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. Если вы хотите дополнить проект своими вариантами реализации и описания сдвиговых регистров, делайте pull-request на Git-репозиторий. Ссылка на Git-репозиторий находится в описании. Или же оставляйте ваш код в комментариях под видео. Я привел три варианта реализации, но суть от этого не меняется. Нам важно понять, каким образом мы можем управлять синтезатором, чтобы получить либо цепочку из отдельных триггеров, либо специальный выделенный аппаратный ресурс. Нам нужно найти такие инструменты средств, либо языка описания аппаратуры в AVHDL и VARELOG, либо настройки синтеза самих сред проектирования, такие как VARTOS или VIVADO, которые помогли бы нам решить поставленную задачу. Мы начнем со средств языков описания аппаратуры в AVHDL и VARELOG. Влиять напрямую на синтез мы можем с помощью специальной языковой конструкции, которая называется атрибут. Атрибуты есть как в AVHDL, так и в AVELOG. Синтексы атрибутов следующие. Для AVHDL он задается с помощью объявления атрибута, имени или идентификатора атрибута и типа атрибута. Затем записывается то, к чему атрибут присваивается. Энтити, архитектура, процедура, функция, пэкедж и так далее. А затем значение атрибута. На практике это выглядит следующим образом. Здесь атрибут каскад-хейт применяется к сигналу RAM, а значение атрибута равно 4. Для языка VARELOG атрибут задается непосредственно перед объявлением чего-либо и записывается внутри специальной конструкции из скобочек и звездочек. Тот же атрибут каскад-хейт на языке VARELOG задается следующим образом. Следует обратить внимание на тот факт, что разные среды проектирования поддерживают разные атрибуты. Атрибуты могут выполнять одну и ту же задачу, но при этом иметь разные названия и значения. Например, приведенный ранее атрибут каскад-хейт есть VIVADA, но отсутствует квартус. Где же искать список поддерживаемых атрибутов? О том, какие атрибуты поддерживает среда проектирования, нужно смотреть в документации. Если вы используете среду ZALENX VIVADA, то ваш основной помощник это UserGuide 901, UG901 или гайд по синтезу. В этом гайде собрано много интересных и полезных советов и правил. Обязательно с ними ознакомьтесь, если еще не сделали этого. Ссылка на гайд есть в описании к видео. Если же вы используете среду Intel Quartals, то вам пригодится Quartals 2 Handbook или его электронная версия. В описании вы найдете все необходимые ссылки. Ну что, давайте пробуем атрибуты на практике. Для VHD и VIVADA, для VIVADA и Quartals соответственно. Для демонстрации мы будем использовать параметризированный вариант кода описания сдвигового регистра. Мы зададим длину задержки и длину цепочки параметрам SRL Length. Мы рассмотрим две реализации VHDL плюс VIVADA и VIVADA плюс Quartals. Однако исходники будут доступны для связки VIVADA и VHDL плюс Quartals. Каких-то принципиальных отличий вы не найдете, поскольку синтексы атрибутов одинаковые. Отличаются они лишь в части названия атрибута и его значения. К тому же я оставил ссылки на дополнительную литературу в описании, и вы всегда сможете самостоятельно пополнить свой багаж знаний и попрактиковаться. Начнем с VHDL и VIVADA. Код для параметризированного варианта для языка VHDL без атрибута будет выглядеть следующим образом. Давайте выполним синтез VIVADA и посмотрим на результат. Как мы видим, получилась длинная цепочка, содержащая 32 триггера. Теперь обратимся к QG901 и добавим атрибут SHREGEXTRACT. Данный атрибут позволит среди проектирования обнаружить цепочку регистров и реализовать ее как аппаратный ресурс. Добавим этот атрибут в наш код. После синтеза мы увидим, что регистры с 1 по 30 были объединены в один аппаратный блок. То есть вместо 32 триггеров у нас теперь всего два триггера с номерами 0 и 31 и один аппаратный сдвиговый регистр. Вы наверняка зададите вопрос, почему остались регистры 0 и 31? Почему они не были объединены с остальными 30 триггерами? Ведь ресурс SLR32 может обеспечить задержку на 32 такты. Ответ откроется в настройках по умолчанию. Если вы проявите чуть больше интерес к QG901, то сможете найти атрибут SRLSTYLE, который отвечает за окончательный вид сдвиговых регистров. Данный атрибут имеет 6 доступных значений или 6 вариантов реализации. Давайте попробуем добавить еще один атрибут в наш код. Это будет атрибут SRLSTYLE со значением SRL. И посмотрим, что получится. Как видите, все наши триггеры были упакованы в один сдвиговый регистр. Чудеса, не так ли? Всего пара строк кода, и мы сэкономили кучу ресурсов. Поиграйтесь с кодом, задайте разную длину сдвиговому регистру и поменяйте значение атрибутов. Посмотрите и сравните результаты. Посмотрите, что произойдет, если длина цепочки будет больше 32. Но мы движемся далее. И на очередь у нас код для верилок для полиса или квартус. Для экспериментов с Intel взят кристалл серии CYCLON5, в котором реализация аппаратного сдвигового регистра сделана на блочной памяти. Однако тут есть нюанс. Согласно документации, преобразование с цепочки триггеров аппаратный блок делается только при длине цепочки более 64. Но поскольку у нас с вами имеется параметризированный верилок код для сдвигового регистра, который показан вот здесь, мы просто изменим длину с 32 на 128 и запустим синтез. Как мы видим, что-то по умолчанию имплементируется цепочка триггеров. Правда, здесь пришлось пойти на небольшую хитрость, о которой я расскажу позднее. Давайте теперь попробуем применить атрибут для упаковки нашей цепочки в аппаратный примитив, который для CYCLON5 делается в блочной памяти. Чтобы это осуществить, мы воспользуемся атрибутом alter-attribute со значением name, auto-shift-register и cognition с опцией on. Данный атрибут мы пропишем перед объявлением нашего вектора reg.dff. Код будет выглядеть следующим образом. Запустим синтез и посмотрим результат. Как видим, часть нашей цепочки была упакована в блочную память. Итак, первый эксперимент оказался вполне удачным, и мы смогли достичь поставленной цели по упаковке цепочки триггеров в аппаратный ресурс с помощью атрибутов в языке vhd и vr.log. Ссылка на описание атрибутов для vivada и квартус вы найдете в описании. Но мы продолжаем. И теперь посмотрим, каким образом мы можем сделать подобную процедуру и управлять синтезом с помощью настроек самой среды проектирования. И мы начнем с Zalink с vivada. Как я и говорил, чтобы атрибуты корректно отработали, пришлось потянуть небольшую хитрость. Она, в свою очередь, заключалась в том, что я специально отключал глобальные настройки синтезатора vivada и квартус, отвечающие за обнаружение и упаковку сдвиговых регистров. vivada за это отвечает несколько опций в настройках синтеза. Это опция NoSRLExtract и ASHREC MinSize. Кстати, работа по оптимизации может также вестись и на этапе имплементации. Подробнее познакомиться с опциями по оптимизации проекта во время синтеза и имплементации вы можете в руководстве EG835, текле команд Reference Guide. Опции по работе со сдвиговым регистрами вы сможете найти по ключевому слову Shift Register. Ссылка на гайд есть также в описании под видео. Запретить обнаружение цепочки триггеров мы сможем с помощью опции NoSRLExtract, установив напротив нее галочку. В этом случае мы получим обычную цепочку из 32 триггеров. Сняв галочку с опции NoSRLExtract, мы скажем vivada, что разрешаем обнаружение и упаковку цепочек триггеров в аппаратные ресурсы, а после синтеза получим вполне ожидаемый результат в виде 2 триггеров и SRL32 ресурс. Вторая опция, HREC MinSize, указывает при какой минимальной длине цепочки триггеров производить упаковку в аппаратный ресурс. Если мы изменив значение на 33, то увидим, как vivada после синтеза вновь возвращает нам цепочку из 32 триггеров. Следует обратить внимание на тот факт, что настройки синтеза являются глобальными и распространяются на все модули нашего проекта. Атрибуты же являются локальными и могут быть применены конкретным сигналам, модулям, архитектурам и т.д. Переходим в Quartus. В Quartus для управления упаковкой сдвигов регистров имеется три атрибута. Управляя комбинацией этих настроек, мы можем запретить или разрешить обнаружение и упаковку, комбинировать и объединить несколько сдвигов регистров для экономии ресурсов. Предлагаю вам самостоятельно поиграться с настройками и посмотреть, какие комбинации влияют на ваши проекты. Движемся далее. Следующий раздел я назвал «Сброс ломает все». Поскольку мы работаем с аппаратными ресурсами, мы не всегда можем писать так, как нам хочется, и во многих случаях мы ограничены заготовленным функционалом аппаратного блока. Наиболее частая ситуация, которая не позволяет нам упаковать цепочки регистров в аппаратный ресурс, возникает из-за банального сброса. Выполнение операции сброса не стоит путать с начальной инициализацией при объявлении перемены или сигнала. Инициализация, в отличие от сброса, не влияет на возможность упаковки цепочки триггеров в аппаратный ресурс. Поэтому при работе поведенческих описаний обязательно ознакомьтесь с шаблоном описания аппаратного ресурса. Такие шаблоны приводятся в документации в UG901 для Vivada и Handbook для Quartus. Также в Vivada есть отдельная возможность вставки шаблонных описаний. Эта вкладка называется Language Templates. Давайте добавим сброс к нашему VHDL модулю с атрибутами и посмотрим, к каким последствиям это приведет. Код перед вами на экране. Ничего сложного. Обычный сброс. Запустим синтез и проверим результат. Как вы можете наблюдать, даже при установленных атрибутах и настройках синтеза мы получили не аппаратный блок, а цепочку регистров. И если вы обратитесь к руководству UG474 или UG953, то увидите, что PrimitiveSRL не имеет входа сброса, поэтому Vivada и не может упаковать наш код в PrimitiveSRL32. Установив значение сброса не в 0, а в 1, мы получим точно такой же результат. Движемся далее. Квартусу. Давайте посмотрим, как ввод сигнала сброса отреагирует Квартус. Дополню наш код сигнала сброса. Для начала посмотрим, что будет, если мы по сигналу сброса обнулим наш сдвиговый регистр. Как ни странно, но мы получили тот же результат, что и в прошлый раз. Но если мы развернем схему, то увидим, что в памяти обрабатывается только выходной триггер. И это несколько странно, поскольку нам нужно было очистить весь сдвиговый регистр, а не только последний элемент. Давайте попробуем теперь заменить очистку регистра при сбросе на установку всех элементов в единицу. И тут мы получим опять цепочку триггеров, что несколько странно. Если вы знаете, чем объясняется такое различие в Квартусе, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Любопытно, что при реализации сдвигового регистра со сброса на языке в HDL мы получим идентичные результаты в Квартусе. Цепочка триггеров для обоих случаев. Подытожим результаты. Введение дополнительных управляющих сигналов или следование одному стилю кодирования всегда оказывается правильным, поскольку в этом случае при разработке вы можете израсходовать значительно больше ресурсов, нежели при применении специально выделенных ресурсов. При их использовании старайтесь следовать шаблонным описанием, которые обычно приводятся в документацию на конкретное семейство ПЛИС, чтобы синтезатор правильно воспринимал ваш код и реализовал описанные языковые конструкции в правильный набор аппаратных ресурсов. В заключении я предлагаю вам разобрать несколько практических кейсов, с которыми на своей практике сталкивались или еще столкнутся большинство FPGA-разработчиков. Случай первый. Когда вы пытаетесь реализовать что-то более сложное, чем моргание светодиодом на достаточно высоких частотах, ну скажем, 150 или 300 МГц, вы непременно столкнетесь с проблемой с введением таймингов. И как правило, для того, чтобы их сводить, вам придется оптимизировать ваш код и добавлять триггеры. Это вполне нормальная практика. Но вот беда. Вы начинаете добавлять триггеры 1, 2, 10 и ничего не меняется. Slack по сетапу остается красным. У вас постепенно начинает подгорать, и вы не можете понять, в чем собственно дело. А дело-то оказывается в том, что ваша умная среда проектирования берет ваши триггеры и упаковывает в аппаратный сдвиговый регистр. Что приводит лишь к тому, что у вас увеличивается латентность в тактах, но не меняется длина цепей. Ставь палец вверх, если у тебя было такое на практике. Решить проблему можно простым введением атрибутов, с которым мы сегодня познакомились, и запретить упаковку цепочки триггеров в аппаратный ресурс. Случай второй. Часто в проектах мы сталкиваемся с пересечением тактовых доменов или необходимостью пересинхронизации асинхронных сигналов. Для этого мы, как правило, используем широко известный прием, заключающийся в том, что мы ставим несколько триггеров подряд приемным тактом давения, обычно 2 или 3 триггера, чтобы снизить вероятность появления метастабильных состояний. Помимо введения триггеров на цепи, их соединяющие, надо дополнительно наложить специальные временные ограничения, типа false path, max delay и т.д. Нередко и для самих триггеров надо прописать специальный атрибут, например, async reg в случае с алинкс. Я думаю, вы понимаете, к чему я веду. У нас есть подряд несколько стоящих триггеров, и умная среда проектирования может решить в благих целях, сэкономить нам немножко ресурсов, упаковаков и парадный сдвиговый регистр. Такого же, конечно, желательно не допускать. Поэтому следует перестраховаться и вести запрет на какие-либо манипуляции с нашей цепочкой триггеров в цепи пересинхронизации. Подведем итоги. Разработка на PLIS не ограничивается описанием кода. Да, когда проект простой, можно следовать принципу чик-чиков продакшн, но на практике так лучше не поступать. Сложный проект требует от разработчика знаний не только языка проектирования, но и знаний архитектуры PLIS, настроек среды, в частности синтезатора, возможности аппаратных ресурсов и много-много другого. Сегодня, используя атрибуты для управления синтезатором, мы только приоткрыли дверь в мир проектирования на PLIS. Впереди еще много новых тем, про которые не принято говорить в видео для начинающих. Надеюсь, сегодняшняя тема оказалась для вас действительно полезной. Вы сможете использовать полученные знания на практике, планово взгляните на ваши проекты и уделите внимание тем нюансам проектирования, которые мы обсудили в рамках этого короткого ролика. Поддержите видео вашим царским лайком, оставьте комментарии, рекомендации по улучшению контента и идеи для новых видео. Каждую субботу в 8 вечера по Москве на нашем YouTube-канале проходят ИПГ-стримы на русском языке. Обязательно заходите на прямые эфиры и присоединяйтесь к нашей группе в Telegram, все ссылки есть в описании. До встречи в следующем ролике из серии «Практически проектированный на PLIS» для того, о чем не принято говорить в видео для начинающих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok